Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190 и задавать свои вопросы. Сегодня в студии работает Ирина Чекунова, а теперь представляю экспертов нашей сегодняшней программы. Итак, прошу любить и жаловать. Владимир Александрович Горячев, начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прав и свобод граждан прокуратуры Тверской области. Владимир Александрович, здравствуйте. Ирина Владимировна Цевенко, начальник управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Тверской области. Ирина Владимировна, здравствуйте. И Олег Станиславович Лебедев, депутат законодательного собрания Тверской области, председатель постоянного комитета по экономике, член общероссийского народного фронта. Олег Станиславович, здравствуйте. Уважаемые друзья, сегодня говорим, одна из тем, главная тема сегодняшнего эфира – это кредитно-потребительские кооперативы. О том, как защитить свои права от мошенничества на финансовом рынке, будем говорить, и затронем много других проблем, которые, я надеюсь, очень актуальны для жителей нашего Тверского Верхневолжья. Ну что, начнем с потребительских кооперативов. Ирина Владимировна, Владимир Александрович, кто начнет? Давайте объясним нашим телезрителям и радиослушателям, что же это такое кредитно-потребительский кооператив, с чем это идёт? Ну, потребительский кооператив в целом – это, можно сказать, объединение граждан, которые собрались вместе для достижения какой-то цели. Так как это кредитный потребительский кооператив, соответственно, их цель – это сбор денежных средств, их оборот и выплата членам этого кооператива дивидендов, процентов и так далее, которые будут поступать от... Я поняла. То есть, люди, которые собирают средства, у них может быть и не быть этого финансового образования? То есть, вот они решили вот так, или оборачивают они через какой-то банк, через какую систему они оборачивают эти деньги? Ну, есть определенные требования. В частности, потребительский кооператив, прежде чем привлекать денежные средства граждан, он должен стать членом саморегулируемой организации, иметь свою какую-то некую финансовую подушку, то есть, страхование на случай, если не получится у них... Ну, если прогорит. ...деятельность, да, если, грубо говоря, прогорит. И, соответственно, она должна быть на учёте в Центральном банке Российской Федерации, который выдаёт им разрешительные документы на эту деятельность. Ага, то есть, подразумевает, что людям должны выплачивать ещё какую-то страховую сумму. Это подразумевается, как Вы сейчас сказали, да? Но люди не всегда это понимают. Но люди не всегда это понимают. Там какие-то... Что-то подписывают люди, когда вступают в это? Какие-то наборы каких-то документов существуют? Ну, естественно, это договор. Чаще всего практика показывает, что договоры, они однотипные, и, в принципе, не определяют какие-то существа, там, конкретику. То есть, они по всем вот этим потребительским кооперативам примерно однотипные. Ну, люди, естественно, заинтересованностью смотрят на эти предложения, потому что всё выходит из-за поставленного вот этого процента. Процент большой? Ну, достаточно большой. Он значительно больше, чем в кредитных других организациях. То есть, и вот этому кооперативу важно набрать как можно больше, да, вот сумма. То есть, чем больше сумма, тем выгоднее этому кооперативу. А мы, исходя вот из этой суммы, которая набухает, вот как мы тесто затвариваем, можно ли назвать финансовой пирамидой? В чём-то? Ну, по тем, наверное, жалобам, которые поступают к нам, и результаты деятельности таких вот потребительских оперативов, они, конечно, имеют признаки вот таких вот пирамид. То есть, те, кто первый становится их членами, они ещё успевают получить какие-то выигрыши, дивиденды. Все последующие люди, к сожалению, теряют, мало того, что не получают, так ещё и теряют свои вложенные средства. А сколько вообще у нас существует такая проблема? Это год, два, сколько вот? Алексей Станиславович, вот вы говорите. Ну, количество их постоянно меняется на территории региона. Конечно, они, поскольку регистрируются в определённых органах, можно посмотреть, на какой период времени, сколько их существует. Ну, вы правильно задали вопрос, что люди, когда приходят и приносят туда свои деньги, они не всегда понимают, что это за форма такая деятельности. Кто-то думает, что это типа банка, но что, поскольку поддаются на рекламу, где написано, что их взносы страхуются, понимаете, они, хотя это, по сути говоря, ну, не совсем является, ну, правдой. Или сумма страхования. Да, Алексей Станиславович правильно сказал слово, это вот ключевое слово «не совсем». Да. Ну, вот я думаю, что Ирина Владимировна, она у нас, поскольку уже занимается конкретными вопросами, насколько мне известно. И вот хотел бы тоже сказать огромное спасибо прокуратуре и Сергею Борисовичу Лежникову, прокурору области. По двум таким, насколько я знаю. Да, у нас очень актуально стал этот вопрос в начале года, потому что было возбуждено два уголовных дела в отношении учредителей, организаторов потребительских кооперативов. Естественно, они не установлены, сейчас проводится расследование, потерпевших очень много. Ну, какой порядок, Ирина Владимировна, потерпевших? Вот очень много, это 10, 20. У тебя 800 человек, вот, например. Ну, вот порядок, просто порядок хотелось бы узнать. Вот давайте возьмем, как бы, я их назову, в принципе, это как бы не тайно. Это потребительский кооператив «Надежные сбережения». Ага. Сейчас установлено уже 144 потерпевших. Ого. Естественно, это не окончательная цифра, да. Проводится расследование, устанавливаются новые лица. Если вы, я вот сейчас обращаюсь к слушателям, являетесь, пострадали от деятельности этого кооператива, то вам необходимо также обратиться с заявлением в полицию. И там уже в установленном порядке будете впоследствии признаны потерпевшим по уголовному делу. Есть еще потребительский кооператив «Семейные сбережения». Если сбережения, да, то надежные, то семейные, знают, на что давить. Примерные формулировки у них одинаковые. Здесь уже по семейным сбережениям уже 200 потерпевших установлено, признаны потерпевшими. Нужно сказать, что эти кооперативы, они осуществляют деятельность не только в пределах Тверской области, но вообще в целом по России. Вот если надежные сбережения офиса основной, главной располагался именно в городе Твери, то по семейным сбережениям у нас было обособленное подразделение. Официальный офис в городе Ижевске. То есть охватывается достаточно широкая география России. И не факт, что потерпевшие будут только из нашего региона. Понятно. Ирина Владимировна, вопрос. Вы говорили, что не удалось установить по надежным сбережениям, да, кто основал. Хотя офис располагался в Твери. Человек, а почему и как? Он в розыск? Или даже вообще личность его не установлена? Нет, потенциально, конечно, фигуранты известны. Сейчас я не могу как бы их называть конкретно. Понятно. Проводится расследование. Известно, кто такой. И принимаются меры и процессуальные, и следственные, и оперативно-розыскные мероприятия проводятся. Уже по их установлению и причастности к этому преступлению. А вы скажите, а вообще вот такие вот преступления, они труднодоказываемые? Здесь важно участие людей. Вот доказать то, что это мошенничество произошло. Квалифицируется как мошенничество? Как мошенничество. В обоих случаях у нас 159-я расследуется статья уголовного кодекса. Это вот то, о чем мы говорили, да? Вот то, что обещают, и что на самом деле. Я хочу бы два слова сказать, чтобы было понятно. Вот очень хорошая Ирина Владимировна дала информацию, спасибо ей. Дело в чем, что когда люди обращаются уже в правоохранительные органы, а в данном случае это органы полиции сегодня занимаются, и спасибо, что прокуратура взяла на контроль сейчас, после наших обращений, обращений жителей, после приема у прокурора области. Но люди-то даже больше хотят не, чтобы наказали этих людей, хотя, конечно, им хочется вернуть хотя бы часть их средств. А вот здесь наступают у нас огромные проблемы, потому что эти деньги грамотно, хитро, по определенным схемам выводятся. Вот те люди, которые формально зачастую работают руководителями этих, ну, скажем так, организовывают их, они являются такими подставными лицами. Кто-то свои долги отрабатывает, ну, я все не могу оперативную информацию сказать. То есть задолжали кому-то, их поставили, а денежки просто через них транзитом проходят и уходят в другие регионы, обналичиваются. Уважаемые друзья, давайте сейчас прервемся на небольшую рекламу, потом продолжим эту тему, не переключайтесь. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. Тема дня в эфире. Говорим о том, как уберечь себя и не стать жертвой финансовых пирамид. Мы говорим о так называемых кредитно-потребительских кооперативах. Уважаемые друзья, я не зря задала вопрос в начале программы, сколько эта проблема уже вот так вот на слуху, потому что ведь люди, ладно, одно дело, кто принес деньги в эти кооперативы первыми, да, вот по принципу финансовой пирамиды, они получали, получают или как-то вот, да, свои дивиденды еще, да, а те, кто уже пришел там сотом, двухсотом в этот кооператив, они же должны понимать, что что-то здесь не так, или это все равно уже выгода, которую они будут получить сильнее, возможность получения выгоды. В любом случае, они первое время, естественно, не понимают. То есть они вносят свои деньги, оформляют либо договор займа, либо вклада, и какое-то время они получают проценты. Это, в принципе, и успокаивает их то, что, да, действительно, рабочая организация, мы получаем проценты, мы, в принципе, добились того, что мы хотели. И потом, впоследствии, через какое-то время уже, получается, деньги выводятся из организации, я сейчас про кооператив, да, и все, выплаты прекращаются, и начинают уже люди бить тревогу. Почему? То есть изначально, естественно, какое-то время они выплачиваются проценты, поэтому сразу так вот определить, что ты попала на мошенника, это невозможно. Здесь идет какой-то принцип народного сарафанного радио, или они рекламируют себя усиленно в средствах массовой информации. Это ведь тоже идет какой-то, ну, обман реальный, обман населения. Вот смотрите, да, если их попытаться так условно классифицировать, да, можно, во-первых, сказать, что ряд таких потребительских кооператив работают, скажем так, в быструю, то есть задача их дать массовую рекламу, собрать количество денег побольше и раствориться быстро, вывести деньги. Есть вторые, которые работают достаточно на протяжении более длительного времени, не будем их называть, мы знаем, потому что, как говорится, да, они достаточно длительное время выдают проценты. Более того, они начинают работать как микрофинансовые организации, некоторые выдают как бы своим пайщикам, вкладчикам займы под высокие проценты. Поэтому, когда мы говорим вот о этой сфере деятельности, конечно, нужно сюда и упомянуть. И микрофинансовые организации, которые зачастую с ними связаны, оттуда деньги перекачиваются в микрофинансовую организацию, а та под сумасшедшие проценты выдает деньги. Тут же, наверное, можно сказать, рядом работают юридические конторы. Вот обратили внимание, мощнейшая реклама, не буду тоже называть, мы вам спишем все долги, берите кредиты, берите... Прямо оптимизм в отношении развития жизни. Да, люди как бы начинают что думать. Ну и ничего страшного, я пойду сейчас там, наберу денег, даже вот где-то в ипотеку вступлю, у меня нет первоначального взноса, займу. Я не уверен, что у меня устойчивая работа есть. Вот ко мне на прием приходят, говорят, ну как же вы пошли. Вот вы работаете, например, в общепите, а сейчас коронавирус. У вас в любое время, может, тяжелые времена, вы можете потерять работу, как вы будете выплачивать. Поэтому это вот такая группа, порой часто пересекающаяся, координируемая определенными лицами, понимаете. Кто-то выдает эти микрофинансовые, под большие проценты людям, займы под сумасшедшие люди там, кто-то это делает под залог квартир. Рядом работают вот эти псевдо-юристы, не все, конечно, которые говорят, берите, берите. Да, чтобы далеко не билось, перешел дорогу. Мы вам все спишем, понимаете, да. Хотя они нигде не говорят, что все их услуги платные, стоят больших денег. И к нам потом приходят люди, говорят, я уже сотни тысяч рублей заплатил этим юристам, а ничего мне, ну, как говорится, не списали. Или я им заплатила больше, чем уже, ну, как бы у меня долгов было. Поэтому это вот такая очень серьезная группа. И поэтому спасибо вашему каналу, и вы знаете, сколько обращений, что как раз цель наша, и рассказать гражданам, что прежде всего надо быть очень осторожным, не поддаваться на вот эту навязчивую рекламу, не гнаться за вот этими вот процентами повышенными. А так хочется, легко сказать не гнаться. Да, часто они приходят, они ведь люди тоже, им часто предъявляют, говорят, ну, вы сами виноваты, вы же понимали, да, куда вы там идете. А они тоже говорят, вы понимаете, вот инфляция большая, даже некоторые государственные банки сегодня по вкладам выплачивают проценты невысокие по депозитам, ниже инфляции. И, конечно, люди пытаются свои деньги сохранить. Причем они часто вот приходят, плачут с семьями. Вот понимаете, сын, дочь, внуки скинулись, вроде на квартиру копили, понимаете, вот они думали, сейчас мы тут вот эти процентики подкопим, и там приобретем в ипотеку квартиру. Вот, кстати, Алексей, я вас перебью. Вы сказали, вот сейчас тему затронулись, скинулись, да? Несколько поколений, которые живут некоторые в одной квартире, а некоторые там и жилет своего не имеют, да? Откуда деньги берут люди, узнавали, да? Что за сумма вкладывает и вообще, что мы можем сказать об общем ущербе? Какой в порядок ущерба, чтобы люди понимали, о чем мы говорим? Ну, вообще масштабы, если смотреть по одному уголовному делу, уже 75 миллионов. Миллионов, уважаемые друзья. По-другому 68, уже более 68 миллионов. Естественно, это собственные накопления, знаю, что и больше миллионов вкладывают, то есть в зависимости от того, какие есть в свободном обороте, ну, то есть свободные деньги у человека. И причем ведь люди-то не богатые, да? Ведь сюда же не идут вот такие люди, у которых есть там в запасе припасенный миллиончик, которые сидят на подушке безопасности. Кто в основном? У нас как-то потерпевшие, как правило, это пенсионеры. Пенсионеры, самые доверчивые, конечно. Самый распространенный, средний такой, можно сказать, портрет потерпевшего. Людей средний возраст и старший, да? Потому что молодежь попадает в другие вещи. Они вот в финансовые пирамиды, где вот вкладывают, вы знаете, эти деньги привлекают там под другие схемы, это туда идет. А здесь вот что касается, и вы видите, и они называются сбережения. То есть они четко, вот люди сберегли себе на пенсию, на что-то копили, семья копила, и они хотят эти сбережения хотя бы там сохранить, ну, чуть-чуть приумножить, и они на этом играют. И когда человек туда приходит, вот они все одно и то же говорят, нам говорили, что, посмотрите, все это застраховано якобы, ну, эти как бы, что мы все включены вот в эти реестры, ну, мы официально, за нами осуществляется контроль. Поэтому еще раз хочу сказать, надо быть очень внимательными, очень аккуратными. И, ну, не обижайтесь, мы тоже активно с вами работаем и по рюмочным, и по еще, может быть, поговорим, и по кальянам. Я сейчас к чему говорю просто, что когда вы видите коммерческую рекламу, и причем многие из этих организаций, вы заметили, иногда, не в данном случае, но используют такие слова, федеральная, ну, понимаете, и люди иногда даже думают, что это какие-то вообще чуть ли не государственные структуры, понимаете, да, раз они застрахованы, раз есть какое-то страхование, поэтому и цель, одна из целей нашего сегодня эфира, я понимаю, коллег из полиции, из прокуратуры, очень тяжело потом вернуть людям деньги, понимаете, очень, может быть, чуть легче призвать к ответственности, ну, вот, тех, кто это сделал, хотя они очень замечательно скрываются за границей, да, мы знаем, уезжают, там, в Украину. Ну, вот у нас, пример, вот этих надежных сбережений ищем, ищем, устанавливается человек, где находится в данный момент, да, кстати, вы заметили, да, хорошо, слово сбережение ключевое, и слова-то какие, надежные, семейные, да, это на такие ценности вообще человеческие, да, напирают они и знают, на что надавить, да. Вообще, Уголовный кодекс нашей Российской Федерации, он предусматривает какие-то способы защиты вот от такого обмана? Ну, да, у нас есть ряд статей в Уголовном кодексе, в том числе, не так давно, с 16-го года действует еще и статья, помимо мошенничества 159, и статья 172.2 Уголовного кодекса, но, как правило, самое распространенное в таких случаях, это обман лиц, обман граждан, поэтому это квалифицируется по статье 159 Уголовного кодекса. Мы в любом случае, если есть признаки преступления, направим все это в полицию оперативно. Но, тем не менее, вот просто, что вы уже вот этого сериала... Кстати, до этого возбуждались какие-то уголовные дела? Вот мы говорили о том, что сложно вернуть эти деньги, да, что людям-то хочется получить обратно то, что они... Хотя, общаясь, да. Да, да. А были такие случаи, когда возвращали что-то? Или практика возбуждения уголовных дел вот по этой статье, не по этой статье, а вот по такому роду преступлений только началась еще? Были-ка. Ну, были, конечно, и приговоры есть. Просто я сейчас конкретно не назову конкретно, но вообще и по России в целом складывается, и судебная практика формируется, есть. А ущерб возмещается за счет имущества арестованного у виновных лиц. Если это имущество есть. Конечно. И зачем нужно? Установить этих лиц, потом установить их имущество, на что можно наложить арест, а дальше уже взыскивать с него. Поэтому... Средства найти очень сложно. Да. Они, как правило, уже ушли далеко-далеко. И самое главное, еще раз хочу сказать, что зачастую вот за этими лицами номинальными стоят другие лица, которые все эти схемы продумывают, организовывают, координируют. И поэтому, как правило, они прекрасно понимают, что вот у этих лиц, которые номинально зачастую, но они прекрасно осознают, я думаю, чем они делают, у них взять-то нечего. Ну так кто-то имел. Они, соответственно... Поэтому назову такую неутешительную цифру. Вот в прошлом году где-то 18% всего было за последние 2 или 3 года это возвращенных средств. То есть понятно, что вернуть деньги очень и очень сложно. Поэтому еще раз хочу к нашим уважаемым тверичам, к нашим гражданам обратиться. Семь раз отмерьте, подумайте, не поддавайтесь на эти соблазны, потому что потом вы будете ходить в прокуратуру, в полицию, к депутатам, в органы власти, везде обращаться, писать в Москву. Но сделать нам будет очень и очень это все сложно. Это точно так же, как у нас есть тоже вот дела, связанные с предпринимательской деятельностью. Вот интерьер-холл тоже мы сейчас занимаемся. Сколько уже лет идет это дело? Да, там тоже предприниматели сдали свои дела. Вы помните, наша работа вместе с Владимиром Абдуалиевичем Васильевым, с Хинштейном по обманутым дольщикам, вы помните, да, собирали. Это же тоже все вот вещи из этих цепочек. Но попасть вот в это болото, вырваться из него потом, очень и очень сложно. Поэтому мы еще раз говорим. И вот когда мы называем эти цифры и суммы, многие даже люди, я вам так скажу, они даже не обращаются в правоохранительные органы, потому что вот они приходят и говорят, мы не верим, что кто-то будет найден, и главное, вернутся наши средства. Есть такое, уважаемые друзья? Есть, поверьте. Есть, конечно, да. Ну и мы видим, что процент небольшой возвращается средство. Ну да, да, но что-то поделось. А Владимир Анатольевич, может быть, ваш совет тоже, сейчас я вас извините, Александр Анатольевич, ваш совет, что делать, если человек вот все-таки решил вступить на такой ситуации? Ну, лучше, конечно, это сидеть дома, не выходить вообще за порогой. Да, если гражданин уже принял для себя решение. Да, если принял решение, на что смотреть, какие документы, и как себя подстраховать, чтобы потом что-то можно было доказать? Ну, в первую очередь, конечно, чтобы хотя бы исключить сразу очевидных мошенников, это посмотреть информацию об этой организации на сайте Банка России, на сайте этой организации, или у них спросить, в каком СРО они участвуют, и уже посмотреть на сайте этой саморегулированной организации, действительно ли есть вот этот потребительский кооператив там. Если ее на сайте нет, ну, это однозначно уже сразу мошенники. И правильно, Олег Станиславович говорит, сто раз даже пересмотрите этот вопрос, стоит ли, если все-таки приняли решение, ну, тут нужно, наверное, мониторить и ситуацию, что происходит в самом вот этом КПК, общаться с другими потребителями, с гражданами, потому что нужно понять ту, наверное, вот грань, когда стоит подумать, не пора ли выходить уже из членов. То есть, ну, выйти можно, путь назад есть. Конечно, путь назад. Как ты вошел от кооператив, так ты можешь выйти, пока ты не прогорел. Но если они, мы видим, если только пошел массовый отток, они тут же закрываются, потому что они не могут расплатиться со своими. Поэтому, как только, вот, как говорят, появляется этот толчок, как только люди пошли забирать свои денежные средства, более того, как вы говорите, когда мы видим финансовые пирамиды, когда мы вот различные эти микрофинансовые организации видим, мы что видим? Они поощряют еще тех, вот ты привел кого-то, например, своих родственников. Если у тебя сумма больше, у тебя процент может быть побольше. У тебя какие-то поощрительные вещи, правильно вы говорите? Их задача вот затянуть. Да, мы сразу некоторые видим, там, вот я не буду их называть. У нас, правда, есть один потребительский кооператив, тоже не буду рекламировать. Есть, он существует много лет, там, военнослужащие его организовали, не буду называть, он существует лет 20. Вот он работает. Но они как работают? Это внутреннее, скажем так, военнослужащих сообщества. Они сами скидываются и сами себе дают деньги. Ну, сами себе, зачем? Да, это как раз, да, это совершенно... Здесь же работают двумя способами, я сейчас объясню. То есть, первое, надо посмотреть, одни деньги привлекают и вообще никому их никуда не выдают. Вы тогда задумайтесь. Вы, когда даете свои деньги, задайте им такие вопросы. А на чем вы заработаете такие деньги, чтобы нам такие проценты выплачивать? Там, 14%, 16%, 18%, когда государственные банки, там, 5-6% предлагают. Ну, понимаете. А им еще налоги надо заплатить. Этим, тот, кто сидит в этом офисе, надо зарплату платить. За электричество, за тепло, офис надо снимать и так далее. На чем вы? И вот тут начинается сразу суета. Некоторые начинают тут же говорить, а мы выдаем вот эти вот другим, под еще более высокие проценты, ну, денежные средства, как микрофинар. Вот эта схема, о которой вы говорили. И люди тоже верят, но это тоже надо быть наивным, потому что вы поймите, вот хорошо, они кому-то выдали, да, там, под эти, а что это за люди, как они рассчитаются. И вот это вот... Сколько таких дел, да, как люди... Да, в данном случае, поскольку я уже полгода этой проблематикой занимаюсь, вот, и люди, ну, просто приходят, плачут, многие звонят, ну, честно говоря, ну, сердце кровью обливается. Как раз вот у них такая... И более того, вот, я, наверное, возьму на себя смелость, у меня есть основания, что вот даже два эти кооператива, они... у меня есть такое ощущение, что они... их действенность в какой степени координировалось, но за ними, возможно, одни похожие лица стоят. Если такое финансовое нагромождение возникает на нашей земле, значит, можно, наверное, с процентов 70, а то и побольше, дать, скажем, что это будут они в будущем, это все разорится, лопнет, и будут очередные уголовные дела, наверное, да? Не исключено. А мы что можем сегодня еще раз посоветовать? Значит, есть варианты, что люди судятся, чтобы вернуть свои деньги, да? Да, это один из способов самозащиты, который предусмотрен Гражданским кодексом, то есть обращение в суд для восстановления своего права, то есть взыскания этих средств. Здесь есть, правда, один такой фактор негативный. К моменту, когда люди обращаются в суд к этому КПК, к этой кооперативе, у него, как правило, уже нет денег. И судебные приставы, накладывая счета, аресты на счета, могут выйти, описать имущество, которого, как обычно, нет, потому что это арендуемое помещение. И кроме компьютера, там, в принципе, больше арестовать и продавать нечего. Поэтому, наверное, единственным последним, наиболее эффективным способом, это в рамках уголовного дела заявиться как потерпевший, и уже, как правильно Ирина Владимировна говорила, то есть в рамках ареста имущества подсудимого, обвиняя его потом подсудимого, уже будут взыскиваться такие средства. Ну вот, видимо, вот эти 18% наверное все-таки есть. Вот все, о которых Олег Старистович говорил. Уважаемые друзья, ну вот, ну вот, не логично ли сразу, что называется, на корню. Но если мы видим, что такое возникает в нашем обществе, что, ну не дать, а вообще новым-то возникать, как грибы лезут. И лезут только с той целью, чтобы обмануть, изобретать себе побольше, нахапать денег. Есть какой-то запрет, можно ли установить, Алексей Старистович? Вот смотрите, да, мы сейчас с нашими коллегами, вот, вновь избранными, из Государственной Думы, и, честно говоря, я вот этим вопросом занимаюсь, в том числе, по поручению и губернатора Тверской области, и Васильева Владимира Абдуальевича, потому что люди идут на прием, естественно, и пишут письма, не только в прокуратуру, не только депутатам, всех уровней, в органы власти. И действительно, у нас вот, я вообще, честно говоря, сторонник вообще очень жесткого запрета на деятельность подобных организаций. Либо они должны носить только, либо государственный, либо частногосударственный характер, чтобы быть подконтрольными. Потому что нам, в нашей стране, ну как бы мне, вот, может быть, я жестко скажу, по отношению вот к тому потребительскому кооперативу военнослужащих, узкому, который я знаю, единственное... Но он один. Не обидится. Давно. Я просто в нем когда-то, ну, знаю, помогали мы военнослужащие, еще я не был депутатом. Вот, и они существуют. Поэтому, конечно, это сделать непросто. Точно так же, как мы вот сейчас готовим законопроект, например, по кальянам. Вот, например, пишут мне граждане, обращаемся к вам, жителям вышеуказанных домов по улице Жигарева. Потому что считаем, что вы последняя инстанция. Вот они везде пройдут. И ко мне, как к депутату, пишут, что я, поскольку я с ними борюсь там годами, мы тоже говорим, давайте, например, установим жесточайший штраф на посещение в ночное время, например, этих кальянных несовершеннолетними людьми. То есть, ну, вот... Подождите, а разве это не запрещено? Оно запрещено. Ну, вот смотрите, у меня в руках администрация центрального района города Твери. Вот могу показать. Вот они вроде как бы мы провели рейд, Новоторская, дом 5. Помните, сколько мы по ним? Уже раз, сколько мы их закрывали, они открываются. Что пишет вот уважаемый сотрудник, должностное лицо ОАЗи Блловский? Ну, вот дословно. Это сотрудник администрации центрального района города Твери. Отвечает мне. Да, установил, что в ночное время там действительно распивались спиртные напитки. Вот находился несовершеннолетнее лицо, фамилию не имею права назвать, поскольку он несовершеннолетний. Скажу так, Дмитрий Евгеньевич, родившийся 2 февраля 2004 года, вот есть его фамилия и так далее. Но на основании изложенного следует вывод, что несовершеннолетняя фамилия находился в помещении объекта потребительского рынка, который не реализует товары, указанные в пункте 1. Понятно, им запрещено, мы закон приняли выдавать лицензию на продажу алкоголя. Но они ее покупают в соседних рюмочных, с которыми работают в связке, там магазинами рядом расположенными. Несут этот ночью алкоголь в эту рюмочную, там курят, распивают. Но это было одно, что это? Мы понимаем, что это как раз дорожка для несовершеннолетних, а их мы там видим, к употреблению наркотиков. Давайте, говорите откровенно. Что они там, вот я, как человек не курящий, когда мы только в ночное время туда попадаем, но я же сразу, запах курительных наркотиков, он носит такой стойкий характер, для меня очевидный. Их в кальяны добавляют, они там эти косяки по кругу гоняют, весь этот алкоголь они пьют. Что они в эти кальяны добавляют? Прокурор области, вы помните, вносил законопроект по спайсам, по всяким этим мы боремся, потому что, ну, а это втягивают молодежь. Началось, вот покурили, потом марочка, потом таблеточка, потом понюхали, потом... Ну, вы же видите, нам угрожают и жгут и машины, и имущество. Ну, кто, кто, на сколько его перевезти, Это люди зарабатывают колоссальные деньги, причем, если вы увидите, на каких машинах эти люди ездят, какие деньги там зарабатываются, ну, тоже за... Такая же история, вот, посмотрите, по алкоголю контрафактному, в некоторых регионах, да, мы видим, сколько людей умерло. У нас такие лет, 15-20 лет, в Оржеве, вы помните, были случаи, когда там десятками людей умирали. Накрываем эти подпольные цеха и так далее. Поэтому, это тоже, мне почему обидно, я... Вроде как, они называют эти люди себя предпринимателями, но это не предприниматели. Это вот и те, получается, которые привлекают деньги, микрофинансовые организации, тоже говорят, мы предприниматели. А на самом деле, ну какие-то предприниматели... Меня, знаете, в этой истории еще, Алексей Александрович, что вот, я почему сказала, что, наверное, будет более эффективно, на корню сразу пресечь, то, что это рекламируется. Люди смотрят телевизор, особенно наши пенсионеры, они верят всему. Они привыкли верить тому, что показывается с экрана, да? Они смотрят, ах, если это показывается по телевизору, значит, это великая вещь, можно верить. Как мы с вами в перерыве говорили, вот смотрите, один расположился где? Банк Советский закрылся. Вот нас совсем рядышком с вами. Все хоты, как название надежное и семейное, так и место, так и рекламируют. Мы решим ваши проблемы. У них слово, наоборот, с простертыми руками, да, очень на первом чайком угостят, мило поговорят, все прогарантируют. Люди тоже порой соскучиваются по такому вот душевному, казалось бы, отношению. Ну что вы, у нас все прозрачно. Расскажут им, что мы будем перед вами отчитываться, рассказывать вам, как ваши деньги расходуются, и так далее. Более того, человек один получил уже вот эти процентики свои там повышенные, рассказал соседям, друзьям. Так вот оно, да, сарафанное радио, а они, а если еще это идет с экранов, то это к тому же побегут и понесут. Причем реклама-то часто идет еще, давайте говорить, не вот, не как у вас частного канала, а с федеральных каналов. Вот в том-то дело люди путают. А люди смотрят первый канал, второй, люди думают, ну раз это идет по центральному федеральному телевидению, ну значит, это же, наверное, люди думают, проверил кто. А вот, кстати, можно, может человек, который захочет, мы говорили, как себя обезопасить, что нужно сделать, проверить, может человек, который заподозрил что-то написать в ту же самую полицию, вот проверьте, мне не нравится вот там вот эта схема, или ее в процессе работы, вот эту организацию проверить нельзя вот таким образом? А есть, дайте я отвечу на этот вопрос, есть протокол проверок, да, прокуратура его утверждает, то есть на каждый год составляется, вы знаете, план проверок, они же, как говорят, мы добросовестные предприниматели, начинают жаловаться, понимаете, если их вдруг проверяют, какие основания у вас для проверок, понимаете, пока-то они же вроде как бы ничего еще не нарушили, они же как схлопаются, помните, как МММ, в один прекрасный день, да, кто знал свои деньги, ну и длительность деятельности этих организаций, то есть план у нас формируется на следующий год, соответственно, эта организация успеет этот год проработать, ее, может быть, и хотели бы запланировать на еще следующий год, но к тому моменту уже... А, кстати, Ирина Владимировна, а вот это вот надежные вот эти вот сбережения, это 144 потерпевших, они долгое время у нас работали на нашей земле Тверской? Год, год работали? Ну, длительное время. Длительное, это больше года, даже, да? Да. А, все понятно, а вот эти семейные? Они тоже длительное время, то есть нет... Один побольше, другой поменьше. Нет такого, чтобы прям какие-то однодневки, они... Такое... Да. Ну, то есть они знают, зарабатывая якобы себе авторитет, побольше денег принесут, да? Да, да, да. Поэтому столько и потерпевших набралось уже, в принципе, это достаточно длительное время, поэтому люди и несли деньги. Вот мы говорили сегодня, что и повторяем постоянно, что бесплатный сыр, сыр только в мишеловках, что зажать ремни, если есть у вас стянуть, вернее, если есть у вас сбережения, лучше в проверенные банки нести. Ну, рекомендуем, да. Свои сбережения. Как хочется, конечно, заработать. Время нестабильное. Да, и здесь мы тоже говорим об этом. Вот это еще одна проблема, может быть, я ее затрону, она сложная, вот мы ее обсуждаем с нашими государственными банками часто. Часто тоже приходят люди, даже у нас в государственных банках, предлагают сложные финансовые инструменты, понимаете, приходят люди старшего возраста. Вот депозит, он более-менее понятен. Там человек, когда принес свои деньги, на полгода, на год, там на два, ну, понятно, получил свои процентики, а ему предлагают там акции приобрести, инвестировать свои деньги, и зачастую что-то наобещают, а потом оказывается там курс доллара или евро изменился, или акции этого предприятия, ну, как бы, пронос прогорело, там упали. И понимаете, вот здесь мы тоже говорим об этом. Я честно хочу сказать, и у нас вот на совещаниях с нашими коллегами, и с ВТБ, и со Сбербанком, мы сотрудничаем, у нас и деловая Россия, общественная организация и бизнеса. Мы тоже говорим, что если бы граждане, потому что не все, вот молодежь, например, она более, конечно, они что-то даже, там, через телефоны, электронное, да, продление вкладов, вложение акций, на бирже там участвуют, торгуют. Людям как раз вот этого поколения, это все сложно, понимаете, им хочется именно сберечь свои денежные средства, даже многим просто сохранить от инфляции, потому что она достаточно большая. Ну уж если еще какую-то копеечку к этому что-то заработать на старость, плюс люди еще у нас, давайте говорить, помнят вот этот тяжелый 90-какой год, когда сгорели, помните, у нас вот эти сбережения, поэтому люди некоторые тоже странные, хотят быстро что-то вот заработать в короткое время, потому что боятся, что вот тоже там какой-нибудь дефолст, обвал курса там доллара, евро, мы видим, дорожает жилье, продукты и так далее. И люди действительно дезориентированы. И как раз вот эти жулики, уж извините, так их назову, ну, а по-другому-то, Олег Ставиславович как? Это самое мягкое, чем бы я мог их назвать, они пользуются вот этой дезориентацией этих людей, понимаете? Люди видят, ага, у меня деньги, все дорожает, продукты дорожают, квартиры дорожают, ну, понимаете, что мне делать со своими деньгами? А тут эти говорят, да что, мы тебе сейчас тут такие проценты там, или другие, ой, быстрее покупай квартиру, понятно, мы тебе там выдадим, там, или хочешь телевизор, нужен он тебе этот телевизор, не нужен, взял кредит человек, потом смотрят, даже договор не читают, мы же иногда они приходят с договорами своими, извините, там, то, что самое важное написано такими маленькими, что я в очках не могу прочитать, а там основные важные вещи, чуть-чуть чего-то просрочил, понимаете, сразу пошли штрафные санкции, дополнительные проценты, кто-то умудряется еще съездить в Москву, вот у меня были на приеме, заложить свое жилье, причем они даже не понимают, я им говорю, а вы понимаете, что вы по сути свою квартиру в случае невозврата этих денег, в которой вы живете, он говорит, нет, а я говорю, вы почитайте, вот тут у вас уже написано, причем они большие, такие, знаете, как, люди же как, если он получает вот страниц 12, а не специально, пенсионер, он его естественно, а ему все быстрее, быстрее, давайте, ну, как бы, 12 страниц мелкого текста прочитать тоже непросто, и там спрятали эту квинтэссенцию вот этого, и вот эти мошенники, понимаете, для меня все едины, кто этим вот, вот эти кальянные, вы поймите, это не характерно для нашей России, ну, есть взрослые люди, никто, ну, давайте хотя бы, вот я даже сторонник, может быть, с 21 года разрешить только пускать эти кальянные. А потом, Олег Александрович, меня насторожило, что обращайтесь к вам, жители дома такого-то, когда внутри дома жилого, они это еще все раскладывают, это еще вообще отдельная тема. Уважаемые друзья, просто эфир к концу, вот правильно, Олег Александрович сказал, пользуются, пользуются финансовой неграмотностью народа, часто, да, есть какая-то профилактическая работа, вот я считаю, что вот эта наша программа, может быть, это послушайте, задумается, да, мы, может быть, кого-то остановим, как можно уберечь и говорить в уши, вкладывать в голову, вкладывать, чего делать нельзя. Я советую, вот если вам предлагают срочно что-то подписать, просьба, переспите, возьмите домой этот договор, сами его все-таки неспешно, с лупой, в больших очках, прочитайте, ну, как говорят, утро вечера мудренее. Дальше, есть у вас возможность, посоветуйтесь с юридически грамотными людьми, родственниками, ну, как, знающими, ничего не надо, не надо ни в коем случае слушать никаких соседей, как говорят, одна бабушка, другой сказала, что она там что-то заработала, понимаете, а может быть, ей специально говорят, ты веди, веди этих людей, мы тебе сосылку подкинем. Конечно, поэтому никаких быстрых решений, вот этих, принимать никогда не надо. Приходите, пожалуйста, у нас есть наши приемные, партийные, Единая Россия, мы вас с удовольствием там дадим консультацию, всегда придите лучше к нам, мы скажем там, посмотрим этот, придите в общероссийский народный фронт, наш комитет, он, мы работаем, мы со следственным комитетом, по более таким резонансам, мы, естественно, у нас есть сотрудники, прикомандированные от Федеральной службы безопасности, безусловно, по ряду дел, но прокуратура сегодня, она же осуществляет, и прокурор области, он осуществляет общую координацию деятельности правоохранительных органов. Да, иной раз, иной раз, вот к сотрудникам прокуратуры обращаются именно, вот как говорил Олег Станиславович, относительно депутатов, также к сотрудникам прокуратуры, как к последней инстанции. Уважаемые друзья, буквально несколько слов советов, еще раз сотрудники прокуратуры дают вам. Ну, наверное, к тем советам, что мы сегодня уже обсудили, да, досконально. Если приняли все-таки решение вступить в кооператив, наверное, еще раз пересмотрите эту передачу, вот, последний раз, вот для себя, в записи. В записи, обсудите. Она будет у нас на сайте ТРК Тверской проспект, и вы всегда можете... Потому что, мне кажется, мы здесь так уже подробно все вложили. Подробно все вложили. Да, да. Ирина Владимировна, ваш совет жителям регионов. Я, наверное, уже дам совет уже тем гражданам, которые стали жертвами мошенников, если все-таки вы действительно уже, уже потерпели подобное от мошенников, вам необходимо как можно быстрее обратиться в правоохранительные органы, это в полицию, территориальные органы полиции, для того, чтобы оперативно вас уже признали потерпевшим, и как бы по горящим следам, можно сказать, проводилось расследование, разбирательство по вашему вопросу. Это независимо от того, то, что мы сегодня называли эти потребительские кооперативы, возможно, вы потерпели убытки от других кооперативов, организаций, которые так себя называют. То есть, это нельзя сказать, что это исчерпывающий перечень на сегодняшний день. Поэтому как можно быстрее напишите заявление в полицию, и дальше уже будут заниматься правоохранительные органы вашим вопросом. Спасибо огромное. Здесь очень важно, как можно быстрее. Что называется? Погорячее. Спасибо огромное, друзья. Программа подошла к концу. Всем желаю здоровья, а жителям региона еще и предельной деятельности. Всего доброго. Берегите себя. Спасибо. Спасибо.